Всем огромный привет! Снимаю видео о пустых баночках в сентябре. Закончилось достаточно много продуктов, в том числе будет декоративная косметика и парфюмерия. Если вам интересно подобного рода видео, то, конечно же, я вас всех приглашаю к просмотру. И давайте начинать! Подошел к концу шампунь Head & Shoulders, мужская линейка с добавлением освежающей мяты. Объем 400 мл. Этот шампунь покупала сестра для мамы в свое время в магазине подружка всего лишь за 100 рублей. Его вводили из ассортимента магазина. Несмотря на то, что этот шампунь заявлен как мужской, мужской нотки я здесь абсолютно не слышу. Очень приятный, освежающий аромат. Шампунь прекрасно промывает волосы, их не путает, не пересушивает. Плюс ко всему он заявлен как от перхоти. У нас такой напасти нет, но как профилактика прекрасно было его использовать. Что хочу сказать, девчонки, за такую стоимость это просто шедевр. Серьезно, я, честно говоря, очень люблю Head & Shoulders. Мне очень нравятся эти шампуни, но достаточно редко я их покупаю. В данном случае использовали с большим удовольствием. И у меня, и у моей сестры закончились одинаковые шампуни. Это Lepetit Marseille, яблоко и олива. Объем 250 мл. Подходит он для нормальных волос. Давайте я вам немножко расскажу о типах волос нашей семьи. У мамы нормальный тип волос, у меня склонные к сухости, у дочки и у племянницы волосы жирные, у корней сухие на кончиках, а у моей сестры тип волос очень-очень жирные. Да, к сожалению. Так вот, для всех членов нашей семьи этот шампунь подошел просто идеально. Да, маме он подошел замечательно, мне он волосы не спутывал, не пересушивал, мочалку не делал. А всем остальным членам семьи, это дочке, сестре и племяннице, он даже продлевал свежесть волос. Это какой-то просто уникальный продукт, который действительно очень понравился и всем нам подошел идеально. Единственный его минус – это аромат. Для меня и, в принципе, и для всех остальных членов семьи аромат яблока и оливы, ну, не совсем сочетаем. Но, девчонки, мы готовы простить этот не совсем приятный аромат для нас, этому шампуню за его действие. Он чудесен, он прекрасен. Вы знаете, возьму на заметочку, ну, уж очень мне он понравился, вообще классный. Еще одно средство для волос – это «Натура Сиберика» спрей для волос «Живые витамины». Вот в таком прекрасном оформлении от Алены Ахмадулиной спрей подходит для поврежденных и ослабленных волос. Попадался у меня он в качестве, в составе, простите, напора с шампунем и бальзамом. Та парочка закончилась еще в начале года, а этот спрей застоялся. Почему? Я от него ничего абсолютно не увидела, кроме приятного аромата и легкого расчесывания волос после шампуня, если вдруг я не использовала бальзам. Все, больше абсолютно ничего. Ни роста, ни энергии, но абсолютно ничего в нем нет. Гелевые консистенции, здесь объем 150 мл, в этой консистенции, в этой субстанции гелевые были блестки, все очень красиво, но, на мой взгляд, абсолютно бестолковый продукт. Есть у меня еще один такой в запасе, тоже в составе набора, но, чувствую, он также будет стоять у меня довольно-таки долго. Никакой. Я бы его не повторила бы и вам не советую. Дочка у меня использовала три упаковочки концентрированного оттеночного шампуня Фаберлик Краса в оттенке Спелая вишня. Нет, она у меня в красный цвет волос не перекрасила. Точнее, волосы в красный цвет не перекрасила. Как она использует этот продукт? Она моет волосы шампунем, дальше идет последующий уход, это либо шампунь, либо бальзам, либо маска. И вот в этот продукт она подмешивает этот шампунь, держит на волосах минут 10. Что она получает в итоге? Нежнейший розовый оттенок волос. Прекрасный просто. Плюс ко всему, если этот продукт использовать соло, он просто безбожно, дичайше высушивает волосы. А в том моменте, точнее, в том качестве, которым использовала его дочка, девчонки, волосы не пересушенные, оттенок прекрасный. Ну и все, в общем, замечательно. Дочка довольна. Когда вернусь в Фаберлик, обязательно закажу. Ей такой продукт еще раз понравился. Также для волос закончилась вот такая маска. Это интенсивное восстановление и укрепление. Компания Лучикс, линейка Акулья Сила. Объем у нее 25 мл. Прекрасный продукт, действительно здорово восстанавливает и укрепляет волосы. Девчонки, волосы напитанные, увлажненные, красивые, блестящие, рассыпчатые. Бесподобный продукт. Я могу сказать, что мы его использовали за два раза. Но можно даже растянуть и на три при желании. Просто у меня у дочки волосы длиннее, чем у меня. У меня короткая стрижка, а у дочки подлиннее. В общем, классный продукт. Очень-очень классный. Могу только посоветовать. Тем более, если ваши волосы нуждаются в каком-то восстановлении. Бальзам-активатор для роста волос. Это банька Агафья. Органический экстракт зверобоя. Сибирский стланник. Курильский чай. Корень лопуха. Масла дикого перца. И облепихи алтайской. Объем 100 миллилитров. Этот продукт дарила мне сестра. Чунки понравился. Очень понравился. Я не могу сказать, что после него волосы прекрасно начали расти. Нет. Он очень здорово смягчал волосы после одного моего шампуня, который стоит сейчас в использовании под названием детский. Но он ужасно высушивает волосы. Так вот, этот бальзам прекрасно волосы распутывал, прекрасно их увлажнял. Очень классный продукт, приятный аромат, понравился бюджетный, а работает довольно-таки неплохо. Лак для волос. Это мой любимый джет. В данном случае шоколад. Фиксация пятерочка. Покупала в магазине Улыбка Радуги. Сейчас его стоимость выросла. Он стоит 130 рублей, но все равно это очень бюджетная цена. Мне этот лак очень нравится. Фиксация разная бывает. Я для себя выбираю пятерочку. Аромат приятный. Прическа держится целый день. Дубовая, как мне надо. Распылитель работает хорошо. Бюджетная цена. Все. Прекрасный супер продукт. Девчонки, часто его показываю. Но он очень мне нравится. Если вам нужен лак для волос, обратите внимание на джет. Конечно, если у вас в городе есть магазин Улыбка Радуги. Еще один лак для волос. Это прелесть. Био. Также фиксация пятерочка. Объем у него 250 миллилитров. Покупала в магазине Магнит Косметик. По-моему, за 120 рублей. Неплохой лак. Распылитель не засорялся. Для меня это очень важно. Приятный аромат. Но несмотря на то, что у этих лаков одинаковая фиксация пятерочка, девчонки, здесь фиксация послабее, чем у джета. Но он неплох и имеет место быть. Если вдруг я его встречу по какой-то супер акции, то, конечно же, я его повторю. Мне он понравится. Так, сейчас я хочу вам показать гели для душа, которые мы использовали в качестве жидкого мыла. Их три штуки. Ну, во-первых, мама в своих закромах нашла вот такой гель для душа, мне абсолютно неизвестный. По-моему, это, да, производство Германия. Срок годности у него вышел давным-давно. С ароматом молока и меда. Вы знаете, несмотря на то, что срок годности истек давным-давно, гель для душа абсолютно не потерял никаких своих качеств. Он приятно пах и имел прекрасную неиспорченную консистенцию. Но мы побоялись им пользоваться по прямому назначению и отправили его в разряд гели... Ой, простите, пожалуйста, жидкого мыла. Девчонки, очень приятный аромат молока и меда. Ручки он абсолютно не сушил. Очень классный. Где купить, я не знаю. Мама не помнит, откуда он у нее взялся. Ну да, 2008 год. О чем тут, как говорится, говорить в принципе. Но продукт понравился. Мисс Грин, наверное, так называется этот продукт. Тонизирующий... бренд, простите. Тонизирующий крем-гель для душа, энергия и свежесть. Грейпфрут, лимон и витамин Е. Нежно очищает кожу, заряжает бодростью и энергией. Объем 400 мл. В свое время покупала в магазине Улыбка Радуги. Вы знаете, несмотря на то, что здесь заявлены цитрусы, для меня здесь ярко слышен аромат персиков и абрикосов. Мне почему-то кажется, что просто перепутали, правда, и налили не в ту бутылку. Потому что в линейке у Мисс Грин есть гель для душа с ароматом абрикосов, персиков, вот что-то такое есть. Мне кажется, просто перепутали бутылочки и налили не туда. Он кремовый, действительно консистенции, белого цвета, девчонки, но он сильно подсушивал мне кожу, поэтому отправился в разряд жидкого мыла. Неплох. Бюджетная цена, обратите внимание, если у вас кожа на теле не проблемная, то, я думаю, вам этот продукт понравится. И еще один гель для душа. Это природная терапия 400 мл. Бережное увлажнение и очищение с ежевикой. Также покупала его в Улыбке Радуги, и также он ужасно подсушивает кожу. Прекрасно работал в качестве жидкого мыла на кухне. Приятно было пользоваться по аромату. Это самый настоящий ягодный сбор. Девчонки, классный продукт, понравился. Но еще раз повторяюсь, только в качестве жидкого мыла. А теперь переходим к гелям для душа, который мы использовали по прямому назначению. И начну я вот с такой бодейки. Это Нивея. Гель уход для душа, нежность и забота. Для всей семьи, для чувствительной кожи. Объем 750 мл. Также покупала в свое время в Улыбке Радуги по акции два по цене одного. Да, у меня еще есть такая вторая бодейка. Вы знаете, мы этот продукт использовали и как гель для душа, и как жидкое мыло. И так, и так он нам очень понравился. Ну, вы знаете, качество геля для душа от Нивея у меня абсолютно нет никаких нареканий. Они шикарны. Выбирайте аромат, качество вас приятно удивит. Очень понравился. Еще один гель для душа от компании Нивея. Это крем-кокос. Объем 250 мл. Это из моего манго-кокосового рая. Очень классный аромат кокосика. Он сладенький, но не приторный, не навязчивый. Ну, естественно, в нем присутствует характерная нотка Нивея. Мне она нравится. Девчонки, этот гель для душа обязательно должен быть у меня в запасах. Поэтому я его обязательно повторю. Понравился. Очень крутой. Несмотря на то, что у меня дочка не любит аромат кокоса в косметике, она его у меня также брала в использование. И он также очень понравился. Ну, чтобы от дочки далеко не отходить, покажу вам гель для душа, который я использовала в основном Соня. Это полмолив арома настроения. Такая сладкая. Изысканный гель для душа с экстрактами ежевики, ванили и питая. Девочки, это действительно изысканный гель для душа. Он такой сладкий, но он не приторный, он не навязчивый. Здесь чувствуется нотка ежевики. Но ежевика не переслащенная такая. Вот у полмолива есть гель для душа с ежевикой. Мне он не нравится. Он перенасыщенный, приторный, сладкий, навязчивый. Не то. Здесь ежевика абсолютно другая. Здесь чувствуется нотка ванили. Очень нежная, такая приятная. Девчонки, в общем, гель для душа удивительный. Вот эта вот линейка арома настроения, честно говоря, меня только радует. Дочка сказала, мам, увидишь его, пожалуйста, повтори. Здесь немножко осталось. Девчонки, сейчас пойду, долью в какой-нибудь дозатор для жидкого мыла. Даже эти капелюхи жалко выбрасывать. Продукт шикарный, очень понравился. Однозначно советую вам попробовать, если вы еще не пробовали. У моей сестры закончился гель для душа от Лепетит Марселье. Это ныряй в клубничный рай. Увлажняющий гель для душа клубника Прованса. У меня сейчас в использовании лежит такой кусочек мыла клубничный. И вот и для меня, и для сестры это аромат клубники из шоколада. Но вот хоть ты тресни, я слышу здесь шоколадную нотку, так же, как и моя сестра. И несмотря на то, что у меня сестра не любит купаться с гелем для душа, этот продукт она использовала с большим удовольствием. Очень он ей понравился. У меня в запасах тоже такой есть. Ну, Наташа сказала, что обязательно повторит его, если встретит по какой-то приятной цене. Еще один гель закончился у моей сестры. Это Жордан Дюмонт. Питательный крем для душа. Бразильский кофе. Ну, это просто хит. Это фаворит на все времена. У меня в запасах есть такой гель «Пока берегу». Очень приятный аромат кофе. Я кофеман, девчонки. Мне он особенно приятен. Потрясающий продукт. Слегка подсушивает кожу. Даже это заметила моя сестра. Но также использовала его с большим-большим удовольствием. Следующий продукт ко мне приехал из Пензы от Иришки и также попал в мой «Манго кокосовый рай». Это гель для душа от 100 рецептов красоты. Крем-гель «Манго и персик». Девочки, он рыженького цвета. И для меня это самое настоящее пюре «Манго и персика». Очень мне понравился. Несмотря на то, что у меня в запасах просто безобразное количество геля для душа, я для себя поняла, что этот продукт также я должна повторить. Мне он очень понравился. Иришка, огромное тебе спасибо. Я получила огромное удовольствие, используя этот продукт. Продукт отличный. Девчонки, если вы не пробовали, обязательно попробуйте. Это действительно наслаждение. У моей мамы закончился гель для душа от компании «Фиберлик». Это «Аман» «Удовое дерево» и «Юдзо». Здесь другая крышечка. Я поменяла, потому что, к сожалению, ручки и крючки сломали упаковочку. Что я хочу сказать по поводу этого геля? Это необычный аромат. Несмотря на то, что здесь заявлены нотки «Юдзо», я не слышу аромата цитрусовых. Для меня это очень теплый, достаточно, может быть, тяжелый, восточный, древесный аромат. Он невероятный. Он абсолютно ни на что не похожий. Мама с большим удовольствием его использовала. Вы знаете, даже берегла. Но вот, к сожалению, он закончился. Подобного геля у меня нет. И вы знаете, я даже скажу так, что подобного аромата я никогда нигде не встречала. Такой терпкий, тяжелый, восточный. Но он очень приятный. Он дорогой. Он парфюмированный. Аромат оставался на теле. Классный. Очень классный. Девчонки, повторю, когда вернусь в «Фаберлик», если вдруг он еще есть, я его обязательно повторю. Уж очень нам он с мамой понравился. Еще один продукт, который приезжал ко мне от Иришки и также попал в мой манго-кокосовый рай, это гель-мус для душа, омолаживающий манго-танго. Масло спелого манго и сок папайя. Объем 220 миллилитров. Ну, что я хочу сказать. Конечно, я не омолодилась. Это факт. Но после принятия душа с этим средством мне не хотелось бежать быстрее и намазывать на себя какой-то последующий уход. То есть этот продукт абсолютно не пересушивает кожу. И это я должна отметить. Консистенция достаточно такая сложная для меня. Это мастикообразная консистенция. Аромат приятный. Чувствуются действительно тропические фрукты. И какая-то молочно-ванильная нотка. Очень приятный по аромату продукт. Но еще раз повторяюсь, консистенция, конечно, не моя. Были сложности. Дело в том, что при купании я не использую ни мочалки, ни губки. И наносить на тело было достаточно сложно. Но я приноровилась и использовала этот продукт с большим-большим удовольствием. Иришка, огромное тебе спасибо. Мне он понравился. Следующий продукт, который закончился у меня, это у нас Эйвен Планета СПА. Для меня это, я не знаю, как правильно оно называется, это черное, глубоко очищающее мыло для тела. Объем 200 мл. И приезжал этот продукт ко мне из Липецка от Натальечки. Канал Натали Кист. Наталья, огромное тебе спасибо. Ты просто подарила мне волшебство. Девочки, подобный продукт я никогда ранее не использовала. Это самый настоящий ритуал красоты. Это самый настоящий спа-уход. Наталья переживала, что этот продукт не будет пересушивать кожу. Наталья, он мне не пересушивал кожу. Я была сама просто безумно удивлена этому факту. Вроде сначала чувствовалась какая-то стянутость, но она потом проходила буквально через 2-3 минутки, когда я выходила из ванной комнаты. Аромат, девочки, но я еще раз повторяюсь, это ритуал красоты, это спа-процедура, это восточный аромат теплый, уютный, согревающий. Это самый настоящий турецкий хамам. Удивительный продукт. Да, он черного цвета. Он пачкает все вокруг, но я готова ему простить этот минус, девочки, за его прекрасные свойства, ну и, естественно, за его аромат. Наталья, огромное тебе спасибо, что ты меня познакомила с этим продуктом. Мне он безумно понравился. Жалко, что он закончился, но это просто чудо. Девчонки, если в Эйвен он еще представлен, обратите на него внимание, это действительно самое настоящее чудо. Наталья, еще раз тебе большое спасибо. И немножко похожий продукт у меня закончился. Это термально-иловая маска для тела, для глубокого очищения. Органические экстракты женьшеня, белого чая, глубоководный ил при байкальских озер и камфорное масло. Несмотря на то, что в аромате заявлен ил, да, то есть должен быть аромат, то есть именно с нотками ила и камфорным маслом. Девочки, нет, аромат очень приятный, какие-то травки-муравки. Объем 100 миллилитров, и дарила мне этот продукт сестра. Девочки, я его точно так же использовала, как гель для душа. Белого цвета. Аромат, я вам сказала, очень приятный. И вы знаете, он... То есть вы его наносите на тело. Как его нужно наносить, сейчас я вам расскажу. То есть нанести на тело легкими массирующими движениями через 10 минут смойте теплой водой. Я не ждала 10 минут, я его наносила на тело. Минутки 3, может быть, я с ним постою, а потом смываю. Девочки, он пенится. Кожу очищают хорошо, так же не пересушивая. Понравилась мне эта маска, вообще классная. Классная. Ну, скажем так, это бюджетный аналог этого продукта. Ну, конечно, это громко говоря. Эти два продукта мне очень понравились. Вообще просто суперские. Дальше я хочу вам показать интимные средства. Закончилось их много у моей сестры. И первая ее любимая красная линия жидкое мыло для интимной гигиены. Идет оно с календулой. ПАЖ интимной зоны смягчает и улажняет гипоаллергена. Очень ей нравится. Покупает уже давным-давно и старается ему не изменять. Аромат действительно, девочки, очень приятный. Вы знаете, к своему великому стыду, да, очень приятный аромат, я давным-давно не пользовалась таким средством. И жаль, честно. Раньше я его покупала и сидела только на нем, но это было очень давно, лет пять назад. Я не знаю, содержит ли это средство молочную кислоту. Девочки, смотрите состав. Но продукт отличный. Сестра очень его хвалит. Вот такое средство закончилось у моей сестры. Для меня это абсолютная новинка. К сожалению, она не помнит, где она его брала. Это компания Комплимент. Восстанавливающая эмульсия для интимной гигиены, профилактика инфекций. Содержит молочную кислоту, кому это важно, объем 250 мл. Очень приятный аромат. Девчонке очень понравилось это средство моей сестре. Говорит, классное, просто классное. Но не помню, где она его покупала. Я говорю, Наташа, увидишь, обязательно мне купи. Хочу попробовать эту новинку. Я доверяю мнению сестры. Она сказала так, что когда возникали проблемы в интимных зонах, это средство прекрасно заживляло эти проблемки. Прекрасно, девчонки. Хочу попробовать. Очень хочу. Но не знаю, где купить. И еще один продукт закончился у моей сестры. Это я самая. Для интимной гигиены подходит для чувствительной кожи. Объем 265 мл. И также содержит молочную кислоту. Также, девочки, приятный аромат. И очень понравилось это средство. Моей сестре покупала она в магазине подружка. Я сто лет не пользовалась этим продуктом, честно. Тоже надо будет как-нибудь этот пробел исправить. И у нас закончилось всего лишь одно средство. Это рубль-бом интима деликея. жидкое мыло также содержит молочную кислоту и экстракт ромашки. Объем 300 мл. Приезжала ко мне оно из Саранска от Верочки. Верочка, привет к тебе огромный и большое-большое спасибо. Девчонки, если у вас в городе есть магазин рубль-бом, обратите свое внимание на этот продукт. Да, он слегка жидковат, но это абсолютно не критично. Имеет тонкий, нежнейший, цветочный аромат. Девочки, оно такое нежное, оно такое приятное. Очень мне понравилось это интимка. Девчонки, советую. Советую. Вер, спасибо тебе большое. Безумно понравилось. Очень. Дальше мы с вами перейдем к пенам для бритья. У моей сестры закончилась вот такая пена для бритья. Это компания Ифраше. Использовал супруг. Объем 200 мл. Получала она его в подарок. Конечно, стоит оно безумно дорого. И возможно, даже я скажу так, что цена ну необъяснимо высока. Как бы, то есть, нет, стандартная пена, да, очень приятный, необычный аромат. Но пена, как пена, ничего удивительного, кроме аромата. Ну, Наташа сказала, если в подарок попадется, будет, конечно же, этому безумно рада. Ну, а покупать это дорого. А у нас с дочкой закончилась вот такая пена музля бритья от бренда Корелакс, линеечка Silk Touch Тирамису. Подходит для чувствительной кожи. Объем 200 мл. Вы знаете, по качеству пена хорошая. Ну вот, очень понравилась она моей дочке и по качеству и по аромату. А мне аромат не понравился. Я очень люблю десерт Тирамису, но здесь аромат для меня ужасно просто химозный. Пена сама желтого цвета, для меня это тоже как-то непонятно. желтая, девочки, прям, ну, желтая совсем. Вот, скажем так, молочно-лимонный оттенок. Ну, не знаю я, здесь нарисовано белая, а она желтая. И аромат мне этот не то не все. Я не уверена, что я буду повторять. Если дочка попросит, я куплю. Она достаточно бюджетная, покупала в магазине Улыбка Радуги. Ну, не знаю, девчонки, я бы не повторила. Но еще раз повторяюсь, если дочка попросит, то, конечно же, придется повторить. Ей понравилось и по качеству, и по аромату повторяюсь. Дальше. Подошел к концу у меня спрей для тела. Это Эйвен, линейка Нейчерлс, гранат и манго. Освежающий получала я его в подарок от Иришки Бекман. Ириша, еще раз тебе большой привет и огромное спасибо. Этот продукт у меня также был в манго кокосовом райе. С большим удовольствием я его использовала. И как соло, девочки, просто как парфюм, даже так, и на ножки брызгала, и на тело брызгала, и испытывала просто ну, потрясающе. Испытывала потрясающе. Как сказать? Боже мой, да, все слова потеряла. Девчонки, растерялась. Просто аромат, правда, невероятный. Испытывала я огромное удовольствие. Да, извините, подобрала слова. Аромата гранаты я здесь не слышен, здесь слышен аромат манго, и он просто наивкуснейший, наисочнейший. Ириша, огромное тебе спасибо. Это супер, это супер. Есть у меня в запасе еще одна такая бутылочка, которая приезжала ко мне от Верочки. И буду я, конечно же, в свое время использовать ее с таким же большим удовольствием, как и этот флакончик. Классный, классный, девчонки, аромат, конечно, да, поднимающий настроение. Ну, что ж, наверное, я буду заканчивать первую часть видео о своих пустых баночках. Конечно же, будет еще и вторая. Я вас всех приглашаю со мной во вторую часть. Ну, а так, огромное всем спасибо вам за просмотр и внимание. И всем пока-пока.